Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Вас беспокоит из четвертой поликлиники. Я звонил вам по поручению вашего лечащего врача. И хочу уточнить, как вы себя чувствуете. За одну смену волонтер-медик успевает сделать почти 100 подобных звонков, чтобы узнать самочувствие горожан. Когда в медицинском колледже кинули клич о наборе добровольцев для этой работы, Максим отозвался одним из первых. Молодой человек мечтает стать хирургом, но пока учится на медбрата. Признается, что использует любую возможность, чтобы помочь людям. Я не раз думал, сразу пошел. Мне звонили, сообщили, что они нуждаются в волонтере. И я сразу пошел помогать им. В городских поликлиниках врачам помогают более 200 студентов Самарского медуниверситета и медколледжей города. В первую очередь волонтеры обзванивают пожилых людей и тех, кто только вернулся из-за границы. Узнают о состоянии здоровья, а также напоминают о телефонах горячей линии, куда необходимо позвонить, если самочувствие ухудшается. Тогда к жителю направят дежурного врача. Как правило, это студенты с 3 по 6 курс. Подготовленные студенты, знающие основы общения с пациентами, знающие, так скажем, первоначальные знания в клинических дисциплинах, которые могут ориентироваться в симптомах. И так или иначе реагировать адекватным образом на возникающее состояние у лиц подвержены наибольшему риску. В четвертой городской поликлинике помощь студентов ценят. Работа очень важная. Мы ведь самая главная задача в период эпидподъема любого заболевания – изоляция граждан. И чтобы как раз волонтеры, которые работают на телефоне, очень важно, чтобы добросовестно донести информацию до каждого пациента, чтобы пациент имел полную информацию. В самой поликлинике немного изменили порядок приема пациентов. Людей с температурой принимают отдельно от тех, кто пришел в больницу по другим вопросам. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.